Фраза «Дьявол в мелочах» применима ко всему в нашей жизни, в том числе и к музыке. Эти мелочи не бросаются вам в глаза. Они звучат где-то на фоне, вдалеке, но оказывают огромное влияние на ваше подсознание. С ними любая композиция кажется на голову интереснее, качественнее и насыщеннее. И имя к этим мелочам – Ear Candy, то есть ушные вкусняшки. Всем привет, меня зовут Автём и сегодня я расскажу вам, что такое Ear Candy и как это применять в своей музыке. Будет дико полезно и интересно, так что поехали. Разберём эту тему на примере моего последнего трека «Снова жив», который вы можете послушать на всех площадках по ссылке в описании. Заполнение фона. Для усиления атмосферы можно использовать короткие звуковые вставки, которые расширяют ваш звуковой диапазон. В моём случае я использую несколько вещей. Во-первых, колокольчики. Их я добавил в припевах для усиления партии пианино. Они играют главные ноты аккордов, тем самым как бы подчёркивая звук пиано. А также я добавил короткую звуковую вставку во втором куплете, чтобы добавить чуть больше разнообразия в звуке. Плагин называется «Малец», поверх которого я повесил СУЗ-2 и небольшую эквализацию. Ещё какие-то колокольчики я разместил в начале и середине куплетов, тем самым подчеркнув переходные моменты. Просто одна нота с большим отголоском. Также здесь есть гитара, которую вы, возможно, даже и не заметили. А она есть. Звучит она в конце куплетов, чисто для атмосферы. Аккорды, записанные через ВСТ-гитару, переведённые в аудио и раскиданы по панораме. Вокальные вкусняшки Так как вокалист из меня, мягко говоря, средненький, я решил украсить окончание фраз при помощи вкусняшек. Для этого я скопировал окончание фраз и поместил их на отдельную дорожку. Обработал их при помощи альтербоя и сильного ревера. Таким образом, в контексте микса мы слышим сильный хвост ревера только на окончаниях фраз, которые не мешают остальному вокалу. По кругу, где-то пись, чего же скажи мне на милость. Точно такой же приём, но с другим эффектом я использовал и в припеве. Скопировал окончание фраз, разместил на отдельной дорожке и накинул много дилея. Таким образом, сильный дилей заполняет пустоту между фразами и включается лишь на окончаниях. Автоматизация ревера и дилея. Мои куплеты заканчиваются на протяжной ноте основного вокала вместе с бэками. И я счёл интересным, если на этих окончаниях будет увеличиваться ревер, тем самым окутывая слушателя. Поэтому я проавтоматизировал ревер прямо на групповом канале с бэками. Также я проавтоматизировал степень влияния реверов и дилеев на все вокалы в припеве и куплете. На припевах резко увеличивается их количество, добавляя соответствующего объёма. Не уверен, можно ли приписывать лейеринг к Иркенди, но я всё же вам покажу. Ведь здесь передо мной стояла задача не сколько создать уникальный звук, а усилить и раскрасить уже имеющийся звук инструментов. Вот, например, мечтательное пианино из бриджа. Можно было бы обойтись одним пианино с ревером, так как оно довольно хорошо звучит. Но я решил добавить ещё два слоя, чтобы насытить свой звук и сделать его более интересным. Просто послушайте. Такие дела. Один из самых важных инструментов в треке – это припевная гитара. Поэтому я хотел сделать её звук максимально богатым. Для этого я прежде всего на основной гитаре, которая звучит в правом ухе, уже использовал аж два пресета от гитаррига. Затем я продублировал гитарную партию и разместил её в левом ухе. С абсолютно другим и более атмосферным пресетом из Bias FX. Но и это ещё не всё. Почему-то мне очень захотелось добавить какое-то электропианино в правое ухо в унисон гитаре. Нашёл подходящий пресет в Hybrid Kiss. И теперь, вместо того, чтобы в припеве звучала одна гитара, у меня звучит это. Возможно, следующий пример логичнее было бы запихнуть в другую категорию, но я оставлю его в лейеринге. Послушайте барабаны из куплета. Их живость обеспечивает сэмпл, который я бесцеремонно взял из мультитрека другой, очень известной песни. Также я отдельно вырезал бочку из той песни и отдельно малый барабан на те места, где этот сэмпл не подходит. Послушайте, как скучно звучали бухдарные без такого лейеринга. Барабаны и перкуссия. Поскольку мой трек почти полностью сделан из ВСТ инструментов, мне просто необходимо было добавить туда живости и приятной грязи. И совершенно случайно в одном из мультитреков на перкуссионном инструменте я услышал эту живость. Голоса людей и студийный шум, это же то, что надо. Да и сама перкуссия отлично подошла по темпу и настроению к треку. Как видите, даже материал из чужих песен можно аккуратно и здорово использовать, без посекательства на авторские права. Прямо перед самым последним припевом я захотел добавить больше ритмики и интересности в сбивке не за счет барабанной партии, а за счет иеркенди. Для этого я понакидал разных перкуссионных звуков, которые были у меня на компе. А затем разместил их в том порядке, в каком они показались мне наиболее выигрышны. Но в сочетании с барабанами и райзом зазвучало вообще отлично. Пишите, что думаете. Райзы, переходы и нарастания. Перед началом каждой новой части песни я ставил райзи, тем самым подготавливая слушателя к переходу. А после соло, чтобы переход в бридж не был рваным, я решил сделать реверс райза, создав обратный эффект спада. Для более красочного перехода от бриджа к финальному припеву, я решил, что нужно поиграться с пианино. Для этого я записал последний аккорд пианино с огромным количеством ревера на отдельную аудиодорожку. Сделал реверс, как следует скомпрессировал и добавил автохождение по панораме. Такие дела. Все Ear Candy вы можете скачать на моем Boost по ссылке в описании. Ну а я надеюсь, что это видео вам понравилось, и вы не забудете поставить лайк и подписаться на канал. Пишите в комментариях, на какую тему снять видео в следующий раз. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok